Привет всем! Это Киномания, ваш гид в мире хорошего кино. Поехали! Инферно! Главная премьера этой недели. Представь себе рычаг. Если ты его дернешь, половина населения Земли погибнет. А если нет, через сто лет люди исчезнут как вид. Ты последняя надежда человечества. Тайное станет явным, гласит трейлер фильма Инферно. Инферно – долгожданное продолжение фильмов Кот да Винчи и Ангелы и Демоны. Все фильмы основаны на одноименных бестселлерах писателя Дэна Брауна. Том Хэнкс возвращается в роли профессора Роберта Лэнгдона. А Рон Ховард по-прежнему остался у режиссерского кресла. По сюжету Инферно герой Хэнкса просыпается во флорентийской больнице с амнезией. Не успев понять, что происходит, он вынужден пуститься в бегство от киллера. Вместе с доктором Сиеной Брукс Лэнгдон попытается не только узнать, кому понадобилось его устранить, но и остановить психопата, собравшего выпустить в мир вирус чумы. Кроме Хэнкса в фильме снялись Фелисти Джонс, Бен Фостер и Амарси. Примечательно, что Инферно является четвертой по счету книгой о похождениях Роберта Лэнгдона. Третья часть под названием «Утраченный символ» так пока и не сняли. Студия положила проект на полку, обосновывая свое решение якобы сходством его сюжета и общей концепцией с фильмом «Сокровища нации», где играл Николас Кейдж. Поэтому, пропустив «Утраченный символ», студия сняла «Инферно», который должен был выйти еще в декабре 2015 года. Но из-за конкуренции со «Звездными войнами» выход фильма перенесли на октябрь 2016. «Инферно» в кино с 13 октября. Время пришло. Сегодня мы возродимся. «Инферно» Ученик Кирилла Серебренникова. Вторая премьера этой недели. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. Дашь погибнуть. А ты? У этого парня серьезные проблемы. Ой, кажется, дома кому-то а-та-та будет. Вы от мира сего, а я не от сего мира. Ну, естественно, он мальчик растерян, мальчик испуган. У меня был нормальный трудный подросток. А теперь он, знаете, сдурел. Он вообще не здоровается. Бог будет судить тебя, мамочка. В основу фильма «Ученик» легла пьеса «Мученик» знаменитого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Действия из Германии перенесли в Россию в рядовую общеобразовательную школу. Премьера оригинальной театральной постановки «Мученик» состоял в 2012 году в Берлине. В 2015 пьеса была адаптирована Кириллом Серебряниковым для российского театрального зрителя в гугл-центре «Город Москва». Параллельно с театральной постановкой Серебряников готовил и киноверсию. В центре сюжета фильма трудный подросток Вениамин, увлекшийся усердным чтением Библии и начавший агрессивно проповедовать и угрожать распущенным сердцем адом. Единственным, кто оказался готов бороться с фанатизмом мальчика, становится учительница биологии Елена Львовна. Премьера «Ученика» состоялась в этом мае на Катском кинофестивале. Фильм получил положительные вызовы критиков и был удостанен приза независимой французской пьесы имени Франсуа Шале. А также был куплен для кинобарката во Франции, США и других странах мира. Драма «Ученик» в кино с 13 октября. Он просто провоцирует. Вы совершенно не знаете, что я за человек. Потому я объявляю войну безнравственности, ибо Господь говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Ты достала меня уже! А ты подставь другую щеку, я ей по ней ударю. Женщик не спорь! Он вообще считает, что скоро конец света. Не мир пришел я принести, но меч. Я все что угодно готов сделать ради Господа. Новая Эра Зет. Еще одна премьера этой недели. Давным-давно жила-была одна женщина. Самая прекрасная и добрая на всем белом свете. Нет, не смей их трогать! Смотри! Нет, пожалуйста, не надо! Они всего лишь дети! Прекратите! Однажды на нее напало чудовище. Но тут явилась девочка и убила его. И женщина сказала, Мелани! Ты моя любимая девочка. Я никому тебя не отдам. Психологический триллер «Новая Эра Зет» с Джеммой Артертон и Глен Клоу сделает ставку на хоррор и драматическую составляющую, а также обещает новый подход к сюжетам о зомби. В основу фильма лег теплопринятый критиками роман Майка Кэрри «Дары Пандоры». Действие развивается в мире будущего, где человечество поразило страшный вирус, заставляющий инфицированных нападать на других людей. Главной надеждой людей становится небольшая группа детей, которые при заражении сохранят рассудок и могут быть ключом к созданию вакцины. История в «Новой Эре Зет» показана нам с точки зрения Мелани, девочки, знающие о своих кровожадных наклонностях, но старающиеся их контролировать. Режиссером фильма стал Колом Маккарти, до этого снимавший некоторые серии таких сериалов, как «Шерлок» и «Острые козырьки». Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, где он собрал преимущественно положительные отзывы критиков. «Новая Эра Зет» в кино с 20 октября. «Я просто хочу жить». «Этого все хотят». «Она тебя любит». Величайшая для нас угроза. «Это еще что?» «Наш мир рушится». «Теперь наша единственная надежда». «Ты можешь спасти людей Мелани. Ты можешь спасти всех. О, Боже. Давай, давай! Что ты наделала? «Новая Эра Зет» Нет времени сходить в кино? Ничего страшного. В рубрике «Хоум видео» мы рассказываем о самых интересных новинках для домашнего просмотра. Сегодня это фильм «Девятая жизнь» Луи Дракса. Пациента зовут Луи Дракс. Возраст 9 лет. Он упал с обрыва в районе Лэнсенд. Два часа в состоянии смерти. Я в жизни не видел ничего подобного. Сейчас он в коме. Но ведь он жив. Луи Дракса, маленький мальчик 9 лет, с которым постоянно происходят происшествия. Он часто попадает в больницу. Причины этому становятся то сломанная рука, то удар током и многое другое. Во время дня рождения Луи мальчик падает со скалы, но выживает и погружается в кому. В то время, когда мальчик находится без сознания, его мать в исполнении прекрасной Сары Гадден из сериала «11.22.63» очень тяжело переживает трагедию. К тому же отец Луи пропал, и теперь он подозревается в том, что столкнул ребенка со скалы. Отца играет Аарон Пол из сериала «Вовсе тяжкие». А доктор Алан Паскаль в исполнении Джейми Дорнона из фильма «50 оттенков серого», который ухаживает за Луи, пытается привести его в сознание и разгадать, что же привело к этому несчастному случаю. «Девятая жизнь Луи Дракса» – экранизация бестселлера «Начало нулевых» английской писательницы Лиз Дженсен. Фильм снял француз Александр Ажо, снявший такие ужастики, как «У холмов есть глаза» и «Зеркала». Это любопытный детектив с элементами мистики. Повествование фильма ведется от лица мальчика Луи, который вышел достаточно обаятельным и нестандартным персонажем. Фильм можно упрыгнуть лишь слабой детективной составляющей. Угадать виновного в фильме оказалось легко. Но в целом «Девятая жизнь Луи Дракса» – интересный и напряженный фильм, который оставляет приятное впечатление после просмотра. Вы знаете, что миссис Тракс рассказала вам о происшествии? Это был его девятый день рождения. Мы устроили пикник, и вдруг Питер словно сошел домой. Дети всегда знают больше, чем мы думаем. Многие не хотят просыпаться, пока не почувствуют себя в безопасности. Что, если Луи что-то знает? Мы кое-что подумаем, но ты должен действовать осторожно. Падение Луи не было случальности. Возможно, ты догадался. А на том, кажется, что ты обо всем догадался. Мел Гибсон спустя 10 лет возвращается в режиссерское кресло. Напомню, что именно он, как режиссер, знал такие фильмы, как «Храброе сердце» и «Страйси Христовы». В его новом фильме «По соображениям совести» рассказывается о медике-пацифисте американской армии, который во время Второй мировой спас множество жизней на поле боя, при этом ни разу не взяв в руки оружие и став последствием героем войны. В кино 17 ноября. Смотрим трейлер недели. Вы что там застряли, капитан? Мы ждем, сэр. Чего ждете? Рядового ДОСа. Кто этот чертов ДОС? Я мечтал поступить на медицинский, но знаний не хватает. Я не могу остаться, позволив им умирать за меня. Что ты собираешься делать на войне с твоими-то идеями? Там, где повсюду смерть, я буду спасать жизнь. И так отдам свой долг Родине. Правительство Соединенных Штатов приготовило вам подарок, созданный, чтобы уничтожать врага. Простите, сержант, я не возьму в руки оружие. Не можешь убивать. Не могу. Ты в курсе, что убивают на войне сплошь и рядом? Рядовой ДОС не верит в насилие. Не надейтесь, что он выручит вас на поле боя. Не думаю, что дело в религии. Скорее, ты просто трус. Я полюбила тебя, потому что ты был не такой, как они все. Говорят, тебе грозит тюрьма. Но я никогда не смогу себя простить, если предам свои убеждения. Мир явно вознамерился разорвать себя на части. И что такого плохого в том, что я его хочу немного подлатать? Рядовой ДОС, вы вольны отправиться в пекло боя без оружия и возможности себя защитить. Не бойся, я вытащу тебя. Вам нужно это увидеть. Кто их вынес? Труси их от ДОС. Завтра опять штурмуем высоту. Парни отказываются идти без тебя. Помоги. Ты должен мне доверять. Обещай, что вернешься ко мне. Молю тебя, Господи. Дай мне спасти еще одного. Дай спасти еще одного. 17 ноября на экраны по всей России выйдет долгожданная третья часть фильма на Байкал. Комедия Стоп снята на Байкал собрала как и старых любимых персонажей, так и новых. Не пропусти в кино самую смешную бурятскую комедию этой осени. В общем так, в рамках государственной программы необходимо снять рекламные ролики в поддержку туризма и развития рекреационной зоны. В частности, озеро Байкал. Приедут звезды федерального уровня. Сергей Писаренко. Вы живете в таком месте, где самый чистый воздух, самая чистая вода и самые чистые люди. Сергей Сафронов. Это магия. Ты кто? А это кто? Ну и Бьянка. Я королева русского R&B. Ребят, подвяжите до турбазы, пожалуйста. Стоп, снято. Стоп. Почему майонез, клубники, ребят? Солнышко. И Байкал прогрелся до плюс шести. Самое время купаться. Сейчас колем тебе антибиотик. И будешь как новенький. Наверное. Вот Сергей Писаренко с Москвы, актер вице. Подожди, какую Писаренко я... Валим! Я мента замочил! Вот такая вот байкальская магия. Ну все. Нихера. Не-не. Нахера. Это была Киномания, я Юр Базаров. Смотрите только хорошее кино. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...